Представьте, пока мы с вами две недели потратили для того, чтобы собрать Кибер 3, самую крутую Model 3 в мире, Тесла за это время выкатила две новые версии Model Y. Одну Model Y анонсировала официально, другую Model Y мы сейчас вам расскажем, что это такое. И привет, друзья, давайте разбираться с этим новым конвейером Model Y, который Тесла начала для нас. Анонсированная версия Model Y Performance. Это машина, которая была рождена на Нюрнбург-Ринге. Представьте, что ничего хорошего на этой трассе еще рождено не было, но вот эта машина выходит к нам уже из тени, они много говорили, много было разных слухов о том, что туда войдет, и, конечно же, новая батарея. И действительно батарея новая, батарея другая, но не совсем та, которую мы ожидали. Испытания действительно проходили на Нюрнбург-Ринге, действительно эта машина презентована, и презентована пока что только в Европе. Почему только в Европе? Потому что в некоторых частях США до сих пор сохраняется устойчивая очередь за Model Y. Нового поколения вот этой вот монобровкой 3-5 недель иногда надо ждать для того, чтобы ее получить. Поэтому никакого смысла презентовать новую машину прямо сейчас на рынке США нет. Но она появится очень скоро, потому что, в общем-то, и сдерживать нет смысла, потому что много-много новостей по этому поводу. Уже было особенно много новостей многих людей, так же, как и меня, зацепила шестиместная версия Model Y, удлиненка для китайского рынка, та машина, ради которой сделали новую платформу. Обязательно посмотрите видео на нашем канале с Model Y удлиненкой и с самой крутой Model 3 на свете, Кибер 3, тоже обязательно гляньте. Это уникальный контент, которого нет ни на каком другом канале. Что у нас в новой Model Y Performance появилось? Начнем с главного. Большой экран. На один сантиметр он больше, чем предыдущий. Другие бампера, передний и задний. Задний бампер даже тяжело разглядеть отличия, но они есть. Если посмотреть на старый и на новый, есть отличия. Задний диффузор, он имитирует выхлопные трубы. И по информации инсайдера, по информации инсайдера, бампер на новой Model Y состоит из трех частей. И инсайдеры работают у нас, и этот бампер разобранный. Представляете, у предыдущего Model Y бампера была очень-очень тоненькая полосочка. И наконец-то им пришла в голову идеальная мысль для оптимизации. Это разделить их, и тогда вдвоем эти две половинки можно отправлять намного легче, чем как-то странным образом складывать или не складывать и присылать в огромные коробки. Поэтому задний бампер состоит и на перформанс-версии, и на из двух частей. Плюс появился, кроме странного бампера, у вас еще будет странный диффузор. И теперь действительно к серьезным вещам. Значит, сидения другие, это перформанс-сидения. Но это вы видели и на перформанс-тройке. А что новое появилось? Удлинение, то есть подушечки теперь. Вот эти вот подушечки, на которые вы сидите, она может стать длиннее, если у вас длиннее ноги. И вам будет удобнее. Такого не было ни на тройке, ни на эске, ни на иксе. Такого не было. Я не понимаю, как это возможно, но возможно. Если вы пользуетесь Теслой, все возможно. Диски. 21-ые разноширокие диски. Ровно такой же размерности, как были на предыдущей модели, только другого дизайна. Дизайн очень сильно похож на плейт или на предыдущей версии колесных дисков. Были когда-то облегченные на Model S. Как раз на моей большой красной куле 3 такие стояли. Я ими пользовался достаточно долго, даже на разных Model S. И примерно в таком же дизайне они сейчас. Это симпатичный дизайн. Нам повезло или тем повезло, кто будет покупать эту машину. Я пока что не из числа поклонников Model Y Performance. Расскажу позже, почему. Диски симпатичные, выглядят отлично. Model Y сразу же стала намного пропорциональнее, намного более сложенным и нормально выглядящим продуктом в целом. Благодаря только этим колесам. И теперь два важных обновления, которые сделают так, что вы, купив эту машину ради колес, не будете мучиться. Потому что предыдущие владельцы Model Y часто покупали Performance версии, потому что машина выглядит лучше. И когда вы, допустим, покупаете ее в Америке, и у вас платеж условно вместо 400 долларов за обычную версию будет 470 за Performance версию, вам не так важно эти 70 долларов. Важно получить более красивую и, может быть, немножко отличающуюся машину от ваших соседей. Поэтому многие купили Performance версию, не подозревая, что эта машина будет дарить им меньше комфорта. А получили более заниженную машину, из-за этого она тоже выглядит симпатичнее. И машину на больших колесах, из-за чего она тоже немножко жестче. И получается, что не все гонщики получили машину, готовую входить в повороты лучше, чем обычная Model Y. В первых версиях Model Y Performance была настолько жесткая, невыносимо жесткая подвеска вместе с вот этими 21 колесами, что Tesla три раза меняла эти пружины для того, чтобы более-менее стало что-то похожее на комфортную езду. Здесь у нас подвеска сразу же адаптивная. То есть есть шансы, что вы не будете расплачиваться комфортом за то, что ездите на более мощной и красивой машине. Что еще было важным моментом предыдущих Model Y? Вы всегда расплачивались пробегом. Вы покупали более мощную версию, и она никогда, ни при каких обстоятельствах, не дотягивала до обещанных 300 миль запаса хода. Здесь Tesla обещает вам новую батарею. Причем они сказали это очень завуалированно. Батарея от нового поставщика. Я сразу же подумал, что может быть это поставщик сама Tesla, и это будет батарея 4680. И наконец-то это батарея, которая будет не перегреваться, и будет смысл на ней выезжать на Нюрбург Ринг. И владельцы Performance Model 3 начнут действительно плакать. Но нет, это просто какая-то другая батарея. Но смысл в том, что с этой батареей у вас запас хода будет ровно такой же, как на обычной Model Y. Что, в общем-то, огромный плюс, потому что вроде как вы не должны потерять ни в комфорте, ни в запасе хода. Что в целом то, чего ожидали многие, и многих останавливало, чтобы не купить Performance версию. Например, меня так точно. Я очень люблю большие колеса на разных автомобилях, и тем более на таком автомобиле, как Model Y. Потому что его пропорции сложно поправить, но колеса с этим кое-как справляются. Заниженная подвеска, обрезанный запас хода, это то, что мне не нравится. В этом варианте это может работать. Где машина продается? Продается только в Европе, потом появляется в Америке, потом появляется везде. И в Китае она тоже появится, несмотря на то, что на удлиненку Model Y китайцы, китайский офис, первые несколько дней собрал более 50 тысяч предзаказов. То есть к китайцам зашла эта история с тем, что они действительно очень сильно обновили машину. А в Америке Tesla сфокусируется, скорее всего, пока что на роботакси, потому что все последние новости, связанные с Tesla, и в Америке связаны только с роботизированными машинами, с тем, как они ездят, какие ошибки у них, как они обновляются и так далее, и так далее. И больше всего, что меня зацепило в новости и в количестве опций, которые вы получаете в новый Model Y, что вы не получаете того потолка черного, который вы получаете в удлиненке китайской. То есть, по сути, от той китайской машины, которая всем нам понравилась, я в комментариях читал, многим из вас зашла эта история, мне настолько понравилось, что я действительно рассмотрел эту машину в покупке, прям даже не дожидаясь, пока она пройдет через аукцион, настолько зашла мне эта история. Но почему-то в Model Y Performance никаких новых таких опций не положили. Положили только сидения, охлаждение телефона тоже не пришло, задние сидения те же самые. Чем Tesla еще удивила? Тем, что слухи о самой дешевой Tesla, они подтверждаются и подтверждаются они в кузове Model Y. Model Y укороченная, то есть мы говорили недавно о длинной версии, мы говорили о быстрой версии, а теперь будем говорить о короткой версии. Появились фотографии с фабрики Фримонт, это первая фабрика, которая выпускала Tesla, и на этой фабрике сейчас собираются и Model Y, и Model S, и Model X, и Model 3, возможно, собираются немножко. Но главное, что на этой фабрике часто можно встретить какие-то концепты. Допустим, концепты Plate были там откатаны, и там у них есть микротрек, они там катаются. На этой фабрике были замечены версии кузова Model Y с очень короткой форточкой задней двери. И вот все сразу же заговорили о том, что вот это она и есть самая дешевая Model Y. Скорее всего, дешевая версия Tesla будет, скорее всего, она действительно будет на базе Model Y, но вероятнее всего, это не будет касаться укорачивания кузова, скорее всего, тоже. Очень много, скорее всего, но логика подсказывает, что выгоднее сделать машину дешевле, если вы ее выпускаете в большом количестве. Поэтому есть вероятность, что это будет та же самая Model Y, которую вы можете купить прямо сейчас, просто она потихоньку станет дешевле, а в ту же цену позже Tesla выкатит удлиненную версию Model Y. Уже такое было когда-то, когда компании выдавливали из своей самой популярной модели все соки. Такое мы видели, допустим, в модели Prius от Toyota. Появился Prius C, Prius V, Prius Prime и еще какие-то варианты. И Tesla, похоже, пытается сделать то же самое. Это выдавить все, что можно выдавить из самой продаваемой модели. То есть хотите длинную, пожалуйста, хотите короткую, пожалуйста, хотите нормальную, пожалуйста, хотите ненормально быструю, тоже пожалуйста. От нас будет точно высокая подвеска. Это вы должны дождаться и заранее поставить лайк. И тому видео, в котором мы уже показывали, первые наброски нашей Марси и этому видео. В любом случае, Tesla пошла по пути интересному, выкатывая все новые и новые модели. Опции появляются абсолютно хаотично. То есть раньше они обновляли. Вот точно так же хаотично Tesla обновлял внутрянку и какие-то вещи, которые влияли на оптимизацию. Сейчас это касается внешности и опций. Поэтому в любом случае интересно за этим наблюдать. Особенно интересно, когда Tesla ставит что-то, что вы не можете купить на Алиэкспресс. Например, вот как в последних машинах стоят адаптивные подвески. Это классно. Это удобно действительно. Действительно классная, удобная опция, которой будем пользоваться мы с вами в наших следующих машинах. Спасибо, что смотрели. Увидимся. Пока.